У нас в гостях сценарист Александр Ворожей, кинооператор Виталий Шаламов. Будем обсуждать с ними короткометражку «Мутация», которую сняли в апреле этого года. И совсем недавно фильм попал в шорт-лист фестиваля StarCon в Санкт-Петербурге. Это очень престижно. Мы вас поздравляем, друзья. Спасибо большое. Доброе утро. Давайте для тех, кто не успел еще посмотреть, о чем фильм? Я специально не смотрел, кстати, Глаза. Я скажу так, что у нас в активном доступе есть только трейлер, потому что фильм пока имеет фестивальную судьбу, надеемся, ее покатает. Я бы и не посмотрел. Да, только пока трейлер интригующий. Соответственно, у нас есть желание покатать эту короткометражку по фестивалям. Более того, есть предложения. Я надеюсь, что они срастутся и все получится. Снимался фильм в локации квеста «Выход». Да, все верно. О чем сюжет? О чем сюжет? В общем, история о столкновении двух цивилизаций. У нас встречаются два персонажа. Это уфолог, который общается с человеком, казалось бы, человеком, но его достали из инопланетного летательного аппарата. И у них состоялся диалог по поводу… То есть это фантастический фестиваль? Естественно, Старкон – это фантастический фестиваль. И, собственно, две разных эпохи, две разных цивилизации с одним и тем же генотипом выясняют, кто же первичнее. Ну, вот примерно об этом. Так, чем закончилось? То есть, там нет такого четкого распределения, что вот это человек, а это инопланетянин. Есть, абсолютно есть. Просто есть большая интрига возникновения человека. Хотя интриги особо нету, мы об этом говорим в трейлере, что по версии сценариста, то есть меня, люди на Земле появились все-таки, ну, заселены с других планет. И сейчас происходят некие процессы, которые ставят под сомнение существование человеческого вида. Смотри, как сценарист. То есть, Ридли Схот не смог Прометей продолжить, вы решили это сделать, да? Я шучу. Да, да. Маленький трейлер, да, для чужих каких-то там следующих. Чья-то идея ваша, как сценариста, или вы только реализовали чью-то задумку, воплотив ее вот в текст сценария? Ну, это моя задумка. Скажем так, когда фестиваль Старкон объявлял свой конкурс... Так это продукт специально для фестиваля? Специально для фестиваля сделанный, да. Это единственный специализированный фантастический кинофестиваль в России. И были заявлены некоторые условия, обязательно условия. По крайней мере, одно из важных условий, это там 4 минуты. То есть, на самом деле, это очень короткометражный фильм. Прям крайне короткометражный, да. И это при... Главное, социальный ролик какой-то. Социальный ролик, это приятно, на самом деле, что он такой коротенький, потому что его удалось реализовать буквально за одну ночь. Съемки были одну ночь? Да, в локации выход на вокзальной магистрали. Мы договорились с ребятами, потому что у них очень фантастический антураж. Декорации не пришлось изготавливать. Да, идеально подошло для нас. Но были какие-то сложности, допустим, как у оператора Виталия? Расскажи. Сложности? Ну, мы снимали ночью. Сложности? Ну, все, это первая сложность. Ну, как это же было в локации, там же было освещение. Ну, освещение я свое принес. Сложность в том, что актеры засыпают. Ну, это не операторская сложность, это сложность режиссера. Ну, к пяти утра сложилась такая ситуация, что все спят практически. Актер спит, режиссер тоже засыпает. А оператору спать нельзя, понимаете? А оператору еще носить каверу на себе. Какие-то технические моменты были сложные? Технические? Да нет. Достаточно простая карпетинтарушка. Знаете, я расскажу вот. Я такие снимаю на каждую. Сняли за ночь, смонтировали за две ночи. В общем, вся работа всегда шла ночью. Бах-бах, и мы все в блестящем. Чего вообще не напрягаешься? На самом деле, если честно, это похоже на какое-то проведение. То есть, хоть мы и готовились к этому фестивалю, мы не надеялись на высокие результаты. Потому что, выясняя конкуренцию на этот фестиваль, мы поняли, что удалось пройти около сотни работ и опередить. И, собственно, вот такая вот работа экспериментальная во многом. Я как сценаристом экспериментировал. Мне хотелось снять коротенький фильм в формате диалоговая пьеса. Когда два человека беседуют, а мы переживаем за это. Но мы, да, чтобы нас-то держало, и мы сопереживаем происходящему. Ну, на самом деле... Это первый ваш опыт сценария в таком жанре? В фантастике? Нет, вот в диалоге. Нет, второй или даже третий. Ну, из реализованных, скажем так, это один. Это мой первый такого рода сценарий. И в чем секрет? Как сделать так, чтобы за диалогом следили вот затоя дыхание? Какие приемчики? Вопрос характеров. На самом деле, любой конфликт, мы любим наблюдать за конфликтом. Даже если мы где-то идем по улице и видим, как зарождается конфликт, два человека начинают ругаться, мы сразу, значит, на это... Элементарный бытовой конфликт. Там мужик там пришел, жена... Вот когда вы видите какой-то конфликт и вникаете, что происходит, в каждом зрителе возникает... Ты занимаешься чью-то сторону, да? Занимаешься чью-то сторону и сопереживаете. В кинодраматургии это называется suspense. То есть включиться в процесс, сочувствовать. И для себя я это называю, как почувствовать клокотание вот такое. Клокотание. Что тебе не все равно. Для себя придумал слово, да, клокотание. То есть оно у меня отзывается физически. И я, когда пишу сценарий, примерно ищу вот это вот. Клокочет ли у меня? Надеюсь, заклокочет у зрителя. О других терминах поговорим после рекламы. На Восьмирская короткометражка «Мутация» попала в шорт-лист международного фестиваля науки, космонавтики, робототехники и научной фантастики «Старкон» в Петербурге. У нас в гостях в студии «Радио 54» оператор этого фильма Виталий Шаламов и сценарист фильма Александр Ворожейкин. Еще раз доброе утро. Ох, они нам рассказали все самое интересное. Так трудно удержаться, чтобы не рассказать. Надо, наверное, еще раз сказать, что режиссер фильма Аня Протоковила, да? Она сейчас, насколько я понимаю, учится, да? Она сейчас в Москве, она уже умеет многое, да? В смысле, что она университет еще не законит. На третьем курсе она сейчас. Третий курс. Щука, по-моему, да. Совершенствует свой навык режиссера. Мы обсуждали сюжет и немножко съемочный процесс обсуждали, но не обсудили актеров. Как вы их выбрали и почему выпал выбор именно на них? Актеры потрясающие. Кто это? Анатолий Григорьев из «Старого дома» и Сергей Новиков из «Красного факела». Так получилось, что у нас... Проводили какой-то кастинг, или вы их давно знаете и сразу поняли, под них писали, как-то не знаю. Почему? Почему они? Ну, это режиссер, она их любит, и поэтому она... Ну, насколько я знаю, выбор ранее выпал на Анатолия, который, собственно, исполнил роль инопланетянина. Именно потому, что он внешне похож. Похоже, да. Он очень, да, очень странный. Его гримировали как-то? Было что-то такое зеленое, там, нет? Да, его особо гримировали. Костюм какой-то? Нет, у него высокий лоб, лысый. С пронзительным взглядом и такими резкими чертами лица, острыми. То есть он очень инопланетный. Он хорошо сыграл, отлично. Да. Он был в восторге, даже на площадке. И все же я не могу понять, почему вы выбрали именно вот эту тему. У вас много опыта в фантастических фильмах, в сценариях. У Александра еще опыт в клипах. Недавно мы беседовали... Фантастического характера? Почему? С рэпером Мастанком этот клип и тоже сценарий писал Александр Ворожейкин. Но там все намного более земное. Там другое, конечно. Да, но там... Даже в том клипе, если вы вспомните, в сценарии постарались найти вот эту ситуацию. Опять же, мой термин – клокотание. Это сопереживание героя. Я пробую себя в разных жанрах. Естественно, как, скажем так, начинающий киносценарист я прощупываю, где мне комфортнее существовать, что у меня получается лучше. Ну, пока не знаю. Пока много что получается, и меня это радует. Какие-то еще есть планы относительно научной фантастики? Именно научной фантастики? Какие-то, может быть, уже задумки? Вообще фантастики. Новый сценарий? Новый сценарий действительно есть. Вот буквально не так давно я вернулся из Москвы, где проходил питчинг режиссеров, питчинг от компании Disney. И примерно полгода назад как раз мой сценарий выиграли в этом конкурсе. Ничего себе! Да, так вышло, что приз, две моих новеллы попадают в полнометражный фильм, который выйдет следующим летом в прокат по всей стране. Как называется фильм? Вы должны посмотреть. «Счастье – это 2» от компании Disney. «Счастье – это 2», там будут две новеллы нашего. Александра Ворожейкина, обалдеть. Все должны об этом знать. Ну, вот так совпало, да, это очень приятно для меня самого. Касание вот этой индустрии, о которой я много лет мечтал, но осмелился в нее войти, попробовать себя, ну, на самом деле, буквально недавно. И получается это. Смотрите, ваши фильмы попадают в всякие шорт-листы, выигрывают вот такие вот конкурсы прекрасные. Есть какой-то секрет, ну, не маркетинговый, а какой-то вот алгоритм ваших действий, что вы делаете, чтобы выигрывать в таких конкурсах? Или это только от таланта зависит, или нужно учитывать, как бы, по каким больным местам жюри бить? Я думаю, что, да, есть больные места в жюри. Они всегда ищут характеры. Вот буквально недавно, как раз разбор полетов после Старконовского фестиваля, мы сидели с членами жюри, обсуждали, что вы ищете. Вот это очень полезно после такого конкурса еще и обсудить, что ли. Естественно. И они говорят, мы ищем характеры, мы ищем столкновения личностей с жизненными позициями. Вот именно когда нету однозначных хороших героев или плохих героев, когда все понятно, белые и черные, а когда есть человек с сильной позицией номер один и есть человек с сильной позицией номер два. И вот есть точка соприкосновения, где рождается искра, вот этот вот жесткий конфликт столкновения.